Алмаз Могут превращаться друг в друга. Нагретый до 2000 градусов без доступа кислорода технический алмаз превращается в специальные печи в черный мелкий порошок графит. Значит графит и алмаз одно и то же вещество? И да и нет. Оба вещества представляют собой различные аллотропные видоизменения углерода. Он один из самых распространенных во Вселенной элементов. Входил в состав газопылевого облака, из которого, согласно гипотезе Отто Юлевича Шмидта, образовались планеты Солнечной системы. Углерод не металлический элемент. В земной коре его содержится 14 сотых процента. Атом углерода содержит 6 электронов, расположенных на двух энергетических уровнях. На первом уровне 2 С электрона, на втором 2 С и 2 П электрона. При возбуждении атома на втором уровне происходит переход одного из С электронов на П под уровень. Орбитали четырех неспаренных электронов гибридизируются, и атом приобретает форму тетраэдра. Возможны и другие формы гибридизации. Например, СП2. Если в перестройке участвует не один, а два П электрона, то гибридные облака располагаются симметрично в плоскости. А незатронутые гибридизацией П облака перпендикулярны этой плоскости. Атомы углерода при СП2-гибридизации образуют между собой двойную связь. Прочную — сигма-связь и менее прочную — Пи-связь. При такой гибридизации образуется кристаллическая решетка графита. В ней связь между атомами, лежащими в одной плоскости, чрезвычайно прочна. А связь между плоскостями — слабая. Она обусловлена силами межмолекулярного взаимодействия и блуждающими свободными электронами. Такое строение кристаллической решетки графита объясняет его металлические свойства, важнейшие из которых — электропроводность. Поместим образцы стекла и графита на металлическую пластину, подключенную к источнику тока. Стекло — изолятор. Графит — проводник. Графит устойчив при высоких температурах. Он применяется при производстве электродов для электродуговых приборов и электропечей. Способность графита расслаиваться под действием приложенных сил позволяет использовать его в качестве сухой смазки для уменьшения трения. Графит обладает способностью замедлять нейтроны. На этом свойстве основано его применение в качестве замедлителя в урано-графитовых ядерных реакторах атомных электростанций. Крупное месторождение природного графита находится на юге Украины и в Краснодарском крае. Получает графит из руды методом флотации. Руда, содержащая графит, из карьера поступает на шаровую и цилиндрическую мельницы обогатительной фабрики, на которых производится ее крупный и мелкий помол. В смесителе руду перемешивают с водой и образовавшуюся пульпу продувают воздухом. Отделенные от руды более легкие чешуйки графита подхватываются пузырьками воздуха и скапливаются на поверхности. Технический графит наиболее высокого качества получает в электропечах при прокаливании смесей кокса, смолы, двуокиси кремния и природного графита. После прокаливания спекшаяся масса проходит предварительное дробление, тонкий помол и дозировку. В зависимости от вида и назначения изделия, дозировочная порция запрессовывается в определенную форму и поступает на обжиг, который проходит при температуре 1200-1300 градусов и служит основой формирования кристаллической решетки графита. Окончательное ее формирование заканчивается в печи графитирования при температуре 2500 градусов. Полученные таким способом графитовые блоки проходят обработку и служат исходными заготовками для производства термостойкой и коррозионно-стойкой аппаратуры. Разновидностью графита является сажа. В оптическом микроскопе видны лишь частички сажи правильной сферической формы. Электронная же микроскопия позволяет увидеть в них структуру графита. Сажа – важное промышленное сырье. Она служит наполнителем при производстве резины для придания ей механической прочности. Такую резину используют для изготовления автомобильных покрышек. Алмаз – это другая аллотропная форма углерода. Алмаз мог появиться в период образования центрального ядра Земли под влиянием гигантских давлений и температур. Попали же они на поверхность Земли при процессах горообразования вместе с глубинными породами. В результате могли образоваться коренные месторождения типа алмазной трубки. Согласно другой гипотезе, кимберлитовые трубки возникли в результате взрывов, вызванных поднятием магмы, богатой газами и парами. Природные алмазы могут иметь самую различную форму, но кристаллическая структура для всех форм одинакова. Элементарная ячейка кристалла алмаза представляет собой тетраэдр, в вершинах которого расположены атомы углерода, связанные между собой прочной сигма-связью. Атомы, расположенные в вершинах тетраэдров, образуют центры новых тетраэдров. Хотя связи в алмазе направлены к вершинам тетраэдра, его решетка имеет кубическую симметрию. Расстояние между атомами равно 154 пикаметрам. В шкале твердости алмаз занимает первое место. Ни один минерал не может повредить поверхность алмаза. Сам он может наносить царапины на любой материал. При исследовании его на твердомере была получена цифра в 4,8 раза больше, чем твердость корунда. Алмаз – великолепный изолятор. Он чрезвычайно стоек, химический. На него практически не действуют кислоты, в которых активно растворяются металлы. Долгое время основным поставщиком алмазов считалось... Индия. Сейчас центр мировой добычи алмазов переместился в Южную Африку. Здесь, на руднике «Премьер» в 1905 году был найден самый большой в мире алмаз – кулинан, весом в 3106 карат. В СССР первая алмазная трубка была открыта в Якутии. Добыча алмазов ведется открытым способом. Алмазы в породе определяют с помощью рентгеновских лучей, в потоке которых они светятся. По красоте и прозрачности лишь незначительную часть алмазов относят к ювелирным. В качестве технических используют три их вида – порт, баллаз и карбонада, различающиеся своей кристаллографической формой. Они широко применяются в промышленности. При бурении твердых пород применяют специальные коронки, масса отдельных вставленных алмазов которых – от одной до четырех десятых грамм. В последнее время для бурения стали применять так называемые мелкозернистые коронки. На весах отвешивают заданные навески из порошковой металлической связки и сотни крупинок дробленного алмазного борта. Эти навески смешивают и в определенном порядке помещают в стальную пресс-форму и запрессовывают. Субтитры создавал DimaTorzok Алмазные кристаллы массой до одной десятой грамм используют в качестве режущих элементов резцов для обработки цветных металлов и склавов. Мелкие и чистые алмазы без пузырьков воздуха и включений применяют для изготовления фильер, который используют при волочении тонких проволок из различных металлов. Один шлифовальный круг, содержащий 10 грамм алмазного порошка, заменяет 500 килограмм корундовых абразивных кругов. Алмазный инструмент используют для гравировки и обработки художественных изделий из стекла. При исследовании диаграммы состояния углерода теоретически установлено, что при определенном давлении и температуре графит должен превратиться в алмаз. Этот принцип положен в основу получения искусственных алмазов. Специальный контейнер заполняют смесью графита и катализатора. Контейнер помещают в систему, создающую равномерное сжатие со всех сторон. Сначала повышают давление до 60 тысяч атмосфер. Затем начинают нагрев. Температура 1300 градусов. В этих условиях происходит перестройка кристаллической решетки графита и образование алмазов. Продолжение следует... Алмазы вкраплены в графит. Новая технология получения искусственных алмазов. Одно из ярких достижений отечественной науки и техники. Аллатропные модификации углерода, алмаз и графит благодаря своим удивительным свойствам нашли широкое применение в важнейших отраслях народного хозяйства. Химии, геологии, машиностроении, медицине, электротехнической промышленности. Геологии, машиностроении. Субтитры создавал DimaTorzok